Ребята, настоящее сазание, поклёвка! Настоящее! Вот это да! Что-то я понимаю! Вот, вот оно! Достоялся чулком! Нифига себе! Так, солнце ослабит чуть-чуть! Блин! Извините, что боковой камеры не снимаю! Думал, уже всё как бы! О, под берег идёт! Тут подмётчик, главное, чтобы не зацепился! Вон там уже сколько селёдки плавает! Нормально так селёдочки подловил! И оп! Всем привет, стая! Ой, жара у нас, а! Невозможно! Уже за тридцатку! Кто придумал лайк удержать в Астраханской области, да? Всем доброго дня суток! Вы на Первом рыбоохотном! Сегодня уже 2 июня, начало лета, наконец-то долгожданного! В общем, я снова возле своего дома, со мной верный друг Пыш! Мы хотим попытаться поймать селёдку, потому что вчера я выходил и уже штук 5 поймал! Селёдка идёт мелкая, но из-за того, что берёшь её руками, для того, чтобы отцепить с крючка, она получает ожог и в итоге не выживает! Поэтому лучше её брать, тем более размер не регламентирован по селёдке! А брать её для чего? Для наживки! Я считаю, что потом можно будет ловить на неё очень крупных, отличных, громадных самов на ямах, как только кончится запрет! В общем, удочка у меня уже заброшена! Я её перевёл просто на пивно-понтон вот на этот! Мне кажется, с него будет удобнее, лучше! Закинем сейчас пару удочек ещё на зелёного червя и на белого червя! Ну, то есть на личинку майского жука! Личинку майского жука! Посадить хочу жмых! Сейчас всё покажу! И, чтобы время зря не терять, поставим колокольчик! Вот в крайнюю точку в грузилу, будет размываться! А вниз пошли! Здесь вот на тоненькой оснастке мне очень нравится зелёный червь! Такой вот красивый! Хорошенько встал! А здесь на толстой леске, тоже на хорошем крючке, вот такой вот белый! Личинка майского жука! Всё забрасываем! Сегодня сильный ветер, конечно, будет мешать писать, но буду стараться говорить чётко и громко, чтобы потом отфильтровать! Только закинул обе удочки! Ну, там пять минут прошло! Поклёвки сразу пошли! Причём, почему-то сначала на эту, которую на белого крупного червя, а потом на ту! О! Почти одновременно видели! Вот там! Ну, как мелочь какая-то! Не чувствуется, что это что-то крупное! Хотя сазанчик здесь вполне ожидаем! Влаживать здесь, конечно, не очень будет, потому что здесь пирс затопленный! И его надо будет каким-то макаром, чудом обойти! О! Первая пришла! Вот такая вот, ребят, селёдочка в этом году ловится буквально! Мелкая! Но на наживку, согласитесь, лучше не придумаешь! Даже на судака, смотрите, как блестит! А уж сом! Для самой это вообще любимая наживка! Хочу взять немножко! А в принципе даже могу показать, что из неё и готовят нас в Астрахани! Оп! Чуть не упустил! Оп! Уже покрупнее! Прям, смотрите, на второй! Может быть, по поверхности идёт! На наживку однозначно пойдёт! Может быть, что-нибудь приготовим из такой! Есть пара рецептов, как вкусно приготовить даже такую мелкую кильку! Селёдку моего! Сразу, ребят, скажу, что у нас по правилам рыболовства размер селёдки не регламентирован! Её мелкой очень-очень много! И поэтому неизвестно! Может быть, даже ей не хватает просто корма на Каспии! И ничего страшного, если мы не будем, ну, будем брать мелочь! И она просто будет остальная жить! Лучше выживать! Ну, прям почти, ну, выскакивает, в общем! Первый крючок вот так оставляю! Ну, вот, третья как-то разыгралась немножко, оснастка! Третья готова! Кстати, очень вкусная! Очень! Один раз... Что получилось? Само собой, что любая, практически, рыба, копчёная очень вкусная! И я осенью решил достал брикет за мороженые селёдки! И решил её посолить на копчение! Солю я её практически так же, как балыки! Не заморачиваюсь! Времени у меня вечно не хватает! Ни на что! И, значит... Опа! Опа! А там крючок насажен чисто чулком! Интересная поклёвка была! А так как чулком насажен, то, соответственно, рыба должна, как бы, хорошая брать! Ну вот, в общем, засолил я селёдку! Потом отмочил её! И повесил подсушиться, чтобы потом коптить! И немножко забыл, в общем! Пару дней она у меня провисела в таком состоянии, подвяливающемся! Ну и я смотрю, она уже, ну, пересушена, для горячего копчения не пойдёт! И говорю, дай-ка попробую! Беру эту селёдку, отрываю ей спинку, как у воблы! А спина, она просто божественная у неё! Все косточки провялились, просолились! И спина просто, ну, вот кусочек жира! Кусочек нежнейшей кильки или моего, как вам поп! Есть! На дальний, ах, ушла! Нормальная селёдочка была! Ушла! В общем, очень вкусная получилась! Даже просто вяленая! Вяленая селёдка! Под воблу! Оп! Ставечка, видать, подошла! Мелковатая, но я возьму! О! Ещё вторая, прям, сразу! Возьму, потому что, ну, считается, что у нас сом ей объедается! Когда она идёт! И потом вообще ни на что не клюёт! Я думаю, всё-таки он на мороженое может брать! Ну, если даже на мороженое не будет брать, у меня есть автоклав для консервов! Сами понимаете, из селёдки! Своей пойманной! Свежепойманной! Консервы должны быть вообще бомба! Можно будет просто посушить, повялить! Спинка, как я уже сказал, божественная! Не регламентируются размеры! Только количество не больше десяти килограмм! Я чувствую, в этом году тут десять килограмм! Ну, на моём банке вот! Можно, конечно, наверное, весь день поймать! Но не особо интересно! Сейчас немножко ещё вам покажу, как бы, как она ловится! И всё! И потом просто камеру отключу и буду ждать! Либо крупной поклёвки! Хорошей рыбы! Потому что аккумуляторы не бесконечные! И смысл снимать вот это вот, как она! Постоянно клюёт! Что-то отпускаешь, что-то забираешь! Потом результат покажу и покажу, что я с ней делаю! Ну, вот она! Сельско-каспийская! Идёт потихонечку! А почему то ли я особо не старался! Смотрите, кто-то её прям хорошенько поранил! Наверное, какой-нибудь кулыкастый судак! То ли её было очень мало у нас в этом году! По нашей речке! Потому что в половоде было ужасное! Воды, можно сказать, и не было! Непонятно почему! У меня друзья живут наверху, там, в районе Дубны! Показывали мне видео там! Ой, плотины! Работают просто в авральном режиме! Огромное количество воды! Всё сбрасывается! Но есть такое мнение! Не знаю, как вы его поддерживаете! Нет! Я, кстати, уже не раз слышал, что воду продают в Казахстан! Вот! Есть какой-то канал, там, в районе Саратова! Напишите, пожалуйста, в комментариях! Если кто-то про это знает точно! Пока я, правда, карту особо не изучал! Но говорят, есть какой-то канал, там, в районе Саратова! По которому очень сравнимо с нашим потоком! С нашими кубокилометрами в час, которые сбрасывает Волжская ГЭС! Уходит весной вода туда! Потому что, ну понятно, в Казахстане там тяжко всё с водой! И Урал тоже всё беднее и беднее на воду! Вот! Есть предположение, что туда вода продаётся! В огромных количествах! Поэтому до Астрахани не доходят! Всё, что выше Саратова, всё залито! Всё утопает, сбрасывается! А у нас ничего нет! Печально это, конечно, очень грустно и печально! Не знаю, какие причины всему этому! Но то, что воды вот так вот, как в этом году, нету! Это просто бедствие тотальное для нашей области! Я малька наблюдал в этом году! Я мельче малька в реке вообще никогда не наблюдал! Потому что, ну он буквально с ноготок! Там меньше, меньше ногти! Такого малька элементарно чихонь себя побьёт! Если он обычно с полой вскатывается, там его там хотя бы окунь начинает бить по мелькам! То здесь его чихонь уничтожит! Чихонь, тарашка, всякая даже белая рыба! Чё уж говорить о более крупной! Более крупной вообще останется, наверное, без еды! Бедствие с водой! Просто бедствие! Такие были планы, надежды опять на этот год! Столько снега! Я в Волгоград ездил на охоту! Там огромное количество снега лежало! Просто до последнего! Ничего так! Ловится по чуть-чуть, понемножку! Можно хешку сделать! Можно консервы сделать! Люди ещё знаете, что делают! Берут голову, хвост отрезают, кишки убирают! Ай-яй-яй! Ушла! И делают паштет! Представляете, да? Рыбка нежная, морская! Паштетик должен получаться, конечно! То есть переваривается всё там со специями! Проанализировал я прошлый охотничий год! Вон ривербот мой стоит, зелёный на воде! Вертушка сейчас... Ох ты! Ох ты! Ох ты! Хорошая была, а! Как всегда, самая крупная уходит! Такой удар был мощный! Здоровский! Проанализировал я прошлый охотничий год! И пришёл к выводу, что мне нужен всё-таки болтоход! Маленький или большой, не знаю, но болтоход нужен! Болтоход нужен! Ну, нужно, конечно, всё! Ну, хочется всё! Всё-всё-всё! Хочется кадры красивые показать! Какие-то, может быть, камеры обновить! Квадрокоптер главное хочется купить! Приобрести охоту квадрокоптер уже очень давно! Показывать красоты нашей области! И здесь вот даже элементарно рядом есть острова! Можно было бы залететь, полетать, показать! Но, к сожалению, квадрокоптер очень дорого они стали стоить! Хороший квадрокоптер, который действительно будет чёткие кадры показывать! Стоит порядка ста тысяч! Ну, ребят! Опа! Для меня это не особо подъёмные деньги! Скажем так, я ни за месяц, ни за два столько не зарабатываю! Мне ещё и семью надо кормить! Поэтому тяжко, конечно, непонятно, на что его приобретать! Но всё-таки в будущем очень сильно хотелось бы! Съёмкой там и здесь вот не успеваешь! Ушла селёдочка! Ну, в общем, про квадрокоптер вам рассказал! Сказал примерно, сколько он стоит, чтобы вы представляли себе! Ну, планов громадьё! Огромное количество! Есть куда поехать, есть что показать! Тут хорошая поклёвка и тут прям селёдочка! О, две! Там прям такая поклёвка нормально была! Вот тут прям нормальная селёдочка! Я такую даже могу заблоковать! Могу потом померить даже, покатать, сколько надо! И там, в принципе, нормально! Аааа! Это опасно, когда крючки вылетают! Можно прям жёстко поплатиться за рыбалку! Опа! Нормуль! В общем, планов громадьё! Есть куда поехать, есть что показать! Есть интересный контент, задумки, идеи про всё-всё-всё! И про рыбалку, и про охоту, и про подводную охоту, и про бушкрафт, выживание там, в палатках, ночёвке! Голова просто кипит, взрывается от идей! Что-то сделать в первый раз! Кто ещё ничего не делал! Что-то показать! Так как я вижу! И чтобы другие увидели! Вот, ну не знаю! Посмотрю, что люди особо, ну не особо подписываются на мой канал! Это мне как мне кажется! Хотя многие говорят, что, типа, у тебя канал ещё год только всего год! Это очень мало! Там работы, люди придут! Не знаю! Мне кажется, если как бы это дано! Если у тебя талант, то оно должно сразу проявиться! А так, если ничего нет и люди не смотрят, не подписываются, значит ничего нет! Братан! Бросай этим делом заниматься! И иди, работай вон, меси там бетон! Не знаю! Работай на станках! Менеджером, кем угодно! Продавцом! Ну! Не каждый может! Не каждый должен быть блогером! То есть, я считаю, что лучший блогер это сравни писателю, художнику! Тот, кто через многие-многие годы будут кого смотреть, вспоминать! Ну и в современности его, я думаю, сразу заметят худо-бедно! А так, просто заниматься бумагопачканием может каждый, но нужно главное вовремя понять, нужно это или нет! Не знаю еще! Пока еще энтузиазм у меня не упал! Есть желание развиваться! Есть что, как мне кажется, показать! В общем, вот коптер хочу приобрести! Мечтаю приобрести! Не знаю, как это воплотить в жизнь! Но и тут же параллельно вторая беда, вторая мечта! То есть, хочется на охоту пролазить в непролазные дали, в непролазные места! Прошлый год показал, что вертушка хороша всем! Абсолютно замечательно! Но в одном месте она уступает болтоходу! Это тропы! То есть, если камыш высокий и по нему тропа, то вертушки пройти будет очень сложно! Либо нужна мощь порядка 200 лошадиных сил! Ну, не знаю, как-то не по мне! Мне вот понравилась такая вертушка, как у меня! Она абсолютно не уступает нигде большим вертушкам, кроме как вот в этих тропах! Ездит, ходит замечательно по льду, по ломающемуся, крошущемуся льду, по меликам, по траве, по рогозу, по осоке! Вот, ну, все, что мягкое, она везде проходит! Но в эти тропы пролезть про ней практически невозможно! У него ширина метр... метр шестьдесят! У лодки моей ПВХ тоже метр шестьдесят ширина! Соответственно, когда заезжаешь в тропу какой-нибудь метровой ширины, то лодка-то еще, может быть, и пройдет по воде там внизу, по этой тропе! А сама вертушка уже не проходит! Она вся цепляется, нужно ее останавливать, нужно под нее отдельно на высоте своего роста расчищать! Все, ну, это гемор, ну, это нереально! Пролезть там сто сто пятьдесят метров можно день, а то и два, а то и три, наверное, потратить, чтобы пробить там тропу для вертушки! Зачем? Когда лодка проходит, ты сам сидишь в лодке, вот она у меня низенькая, узенькая, там метр двадцать! Мы с Владом, например, на нее спокойно садились и проходили по этим тропам, но убивали мотор, либо рвали руки, чтобы по камышу пробраться, либо там на шестую нереально тяжело пробирались, а всего-то нужно болтоходную ногу! То есть у меня есть двигатель с девять и девять кавычках мотором, китайцем, вот! И, по сути, можно его просто снять и поставить на болтоходную ногу! Такую ногу я нашел, вписался с человеком, попросил усиленный шкив, усиленный ремень, все, чтобы так, чтобы не подвело нас там на наших раскатах, а то уже был случай, как вы сами знаете! И вот вышла у нас цена этого чуда, этой чудо-ноги, который останется только подсоединить мой двигатель! 60 тысяч с пересылкой, 60! Ну, как бы подешевле, чем квадрокоптер, и вот непонятно, честно, ребят! Напишите, пожалуйста, в комментариях, что считаете более необходимым для развития канала! Соответственно, квадрокоптер, либо болтоходную ногу! И на болтоходе, чтобы можно было проходить и снимать интересный контент, что-то необычное, исключительное, удивительное, добираться в те места, куда не добирался еще никто! Либо квадрокоптер, чтобы поднимать его вверх, смотреть, где эти труднодоступные интересные места, где есть дичь, не знаю, рыба, куда можно пробраться, пускай даже пешком, но можно пробраться! Проголосуйте, пожалуйста, у меня муки выбора! Живу я в долг абсолютно, наверное, как и пол России, а то и больше сейчас! Постоянные долги-долги надоели, но живу зато здесь и сейчас! Как бы философия пока на данный момент в моей жизни! Я пришел сюда, в этот мир ни с чем! Я уйду сюда, отсюда тоже ни с чем! Голым абсолютно! Так что смысл какой копить, что-то копить и жить с надеждой, что завтра будет лучше! Что завтра можно будет купить наконец то, что ты хочешь! Пользоваться тем, чем ты хочешь! Завтра, завтра, завтра! А завтра доллар скаканул, цены поменялись! Дефицит того нет, этого нет! И ты уже ничем попользоваться и не смог! И так жизнь проходит! Нормальная такая! Жизнь проходит, а самых главных интересных моментов, как бы, ты не видишь! За работы и за накоплениями! Поэтому живу, так сказать, от звонка до звонка! От зарплаты до зарплаты! В долг, кредит, на кредитную карту! Несколько кредитов плачу! Семья! Что семья? Семья это обязательно! Без семьи и жизнь не жизнь! По моим понятиям! Вот как раз, как в той песне, да? Когда меня не станет... Оп! Ах, ушла! Я буду петь голосами моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей Ой, мама! А вот такой песни даже немножко ветер затих И горло немножко даже подкатило На самом деле, для чего еще жить? Вот она частичка надежды на будущее Даст мне надежду на завтра То, что те, кто дает нам шанс На то, что этот мир не совсем прогнил И от наших детей Так что, в общем, пишите в комментариях Отошел от сути Квадрокоптер, голосуем Или болотоход Что-нибудь придется продать У человека две здоровые почки Целая печень Легкие Купить что-то В подарок жене, чтобы не бурчало Хе-хе-хе-хе-хе И само собой Развитие канала И своей Жизни При украшении Своей жизни Ребята Настоящее Сазание Поклевка Настоящее Ох да-да-да Что-то я понимаю Вот 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 оно Достоялся чулком Нифига себе Блин Извините, что боковой камеры не снимаю Думал уже все как бы Под берег идет Под метчик Главное, чтобы не зацепился Нифига себе Вот оно чулком насаженное Сейчас затяну немножко Летка тут хорошая Офигеть, достоялся Достоялся Дождался Самому сачок фиг знает где Сейчас я вот сюда вот его На понтон На понтон В дугу Просто в дугу Аааа Сазан Сазан Аааа Нет-нет-нет-нет-нет-нет Не подпирс Не подпирс Иди сюда Иди сюда Ух Опа-опа-опа-опа-опа Опа-опа-опа-опа Опа-опа Иди сюда красавчик Тихо, 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 тихо Иди сюда Иди, иди Тихо, тихо, тихо Я знал Я знал, что ты здесь Я знал, что ты Бойки какой ПОСЛЕ НЕРЕСТА красавец красавец ты мой первый в этом году хочется петь вот он рецепт удачи большой крючок насадка чулком весь грязи зеленого червя жим их на подсад и вот такой красавец прекрасный красавец есть такое дело очень приятно это я уже два раза переставил селёдочную оснастку сейчас специально не отцепляю потому что тот в этот момент когда моешь рыбу чаще всего она стоит украсть такой в детстве был папа красота отлично отличный сегодня результат хотя даже не думал что рыбалка такая красивая получится супер он там уже сколько селёдки плавает нормально так следующий половил лоб трофей есть красота адреналина хапнул не хило не хило хапнул адреналина все час представляю это тоже на зеленого червя нечего тут сидеть мучиться на этого белого нифига на него одного буклета тут законно четко в рот клюнул сазан отлично время 5 час вечера пора уже собираться мне пора мне пора на работу в общем немножко пошел пообедал и кимарнул потому что но ребят я короче работаю днями ночами и иногда приходится днем кимарнуть в общем сейчас проверяю удочки достаю показываю как очищу по-быстрому селёдку но и потом уже будет как я готовлю обязательно покажу так вот наш сегодняшний небольшой ловчик по селёдке больше и не надо делаю раз получается сетка она же как так мочалка смотрите ни одной чешуйки вся рыбка чистенькая классная чистилка супер мне нравится так чести ну чё разлегся давай забираешь мы их червей пошли домой чем просто лежать вот молодец уже пошел уже хорошо